Здравствуйте друзья! Героем этого обзора будет еще один, достаточно редкий продукт от компании Acara, настенный выключатель на три линии из линейки H1 Pro. Причем редкий не потому, что его сложно купить, он есть по крайней мере дату обзора на Алиэкспресс, правда появляется только в вечернее время, такая вот специфика. Ссылку на магазин я оставлю в описании под видео. А настоящая причина того, что эта модель не получит широкого распространения, его стоимость. Она в несколько раз выше устройств этого же производителя, но других моделей, ведь H1 Pro это премиум версия выключателей. Название Acara H1 Pro. Модель QB-KG32LM. Интерфейс ZigBee 3.0. Максимальная мощность нагрузки 2200 Вт. Тип выключателя с нулем, 3 управляемые линии. Функции. Энергомониторинг, импульсный режим управления подсветкой клавиш. Рабочая среда. Температура от 0 до 40 градусов Цельсия. Влажность от 0 до 95%. Размер 86 на 86 на 43,7 миллиметра. Система управления Acara Home поддерживается в Apple HomeKit. Поставляется устройство в коробке из очень плотного картона с цветной полиграфией. Раньше мне такое оформление встречалось только у интерактивной панели Acara S1, которая конструктивно совместима с данными выключателями. На задней стороне параметры устройства, которые я уже проговорил. Благодаря такой упаковке, можно быть уверенным в том, что девайс приедет без повреждений. С учетом стоимости этого выключателя, это весьма важный момент. Комплект поставки одинаков и для премиум и для обычных моделей. Кроме самого выключателя, в коробке нашелся только пакетик с парой винтов для крепления в подрозетники. Первым что бросается в глаза, это цвет устройства. Он черный, хотя по умолчанию для устройств Acara, он белый. Видимо производитель сразу решил выделить гаджеты этой линейки. Количество клавиш равно количеству управляющих линий. Задняя часть. Тут продублированы основные параметры устройства и имеется 5 контактов для подключения, входящие фазой 0 и 3 исходящие управляемые линии. Особенностью конструкции также является съемная металлическая рамка. Для выключателя этой серии существуют монтажные панели, для установки в один ряд двух, трех и четырех устройств. Правда на дату обзора, я такие встречал только на внутренних китайских площадках. Их вполне возможно заказать и там, но не исключаю, что они рано или поздно появятся и на Алиэкспресс международной доставкой. Кстати, уже упомянутая мной чуть ранее интерактивная панель Acara S1, тоже имеет такую же конструкцию и может монтироваться в один ряд с выключателями этой серии. Хотя думаю все уже догадались, но все же покажу, круглый подрозетник без его доработки засунуть выключатель никак не получится. Понадобится вот такой, квадратный 86 на 86 мм. В зависимости от условий монтажа, можно использовать встраиваемые, как на этом слайде. Кстати, такие подрозетники могут объединяться друг с другом. Либо вот такие, для наружного монтажа. Несмотря на кажущуюся массивность, выключатели вполне помещаются и в такие монтажные коробки. В нижней части выключателя находятся пазы, которые служат для снятия верхней панели от силовой части. Крепится она к штатной рамке или в случае использования монтажной панели к ней. Поддеваем чем-нибудь, например старой банковской картой и фронтальная панель снимается. Это нужно, чтобы получить доступ к монтажным отверстиям, по другому прикрепить выключатель не получится. В отличие от стандартных версий выключателей, у которых снимаются просто пластиковые клавиши, а все остальное находится в самом выключателе. Тут, насколько я понимаю, в фронтальной панели находится вся логическая часть устройства. Вот для сравнения задняя часть интерактивной панели Acara S1. Тут они идентичны с героем обзора, так как она тоже имеет 3 управляемые линии и требует 0 для подключения. Тут тоже очень похожи. Напрашивается мысль, идентична ли у них задняя силовая часть, можно ли фронтальную панель Acara S1 и Acara H1 Pro с нулем на 3 линии поменять местами. Для подключения достаточно подать питание, фазу E0 на соответствующие контакты, нагрузка для работы не обязательна. Также настоятельно рекомендую точно удостовериться в корректности подключения, реле должно разрывать именно фазу. Расположение светодиодов на клавишах выключателя. Родное приложение управления для героя обзора это Acara Home. У меня установлен регион материковый Китай. Для добавления, идем в раздел устройств. Тут из списка выбираем нужное устройство, хотя строго говоря, можно выбрать совершенно любое zigbee устройство. В любом случае это нужно для перевода шлюза, который нужно тоже указать в режим подключения. Выбор устройств отличается только картинкой, на которой показано, как нужно активировать сопряжение. Для героя обзора удерживание правой клавиши. После добавления девайса, он отображается в панели как три отдельных выключателя, это удобнее для управления. В списке устройств он отображается одной строкой, это нормально для многоканальных выключателей. Если нажать на его строку, попадем в плагин управления, который мы сейчас подробно и рассмотрим. Основную часть главного окна, занимают клавиши управления реле выключателя, по сути дублирующие собой физические кнопки. Под клавишами находится строка энергомониторинга, текущее потребление и общее значение за день и месяц, которое также можно просмотреть в виде графиков. Сбор осуществляется по входу, то есть это общий показатель для всех подключенных нагрузок. Еще чуть ниже находится опция таймера обратного отсчета, его можно задать для любой из трех управляемых линий. Через заданный промежуток времени, реле выбранной линии переходит в противоположное состояние. Из включено в выключено или наоборот, в зависимости от своего текущего состояния. Перейдем к меню настроек. Тут есть ряд опций, которых нет в обычных версиях выключателей, на них я остановлюсь подробнее. Версия прошивки на дату обзора 0.0.0.14.43 обновлений не прилетала. В этом меню можно включить память состояния, она общая на уровне устройства, а не отдельных клавиш. Далее в обзоре я продемонстрирую работу этого и остальных режимов. Также при желании можно отключать на ночь подсветку клавиш, кому они мешают. Фирменный режим выключателей окара, отвязка клавиш от реле. Настраивается отдельно для каждой. В этом режиме нажатие на клавишу не будет вызывать безусловного переключения реле, только логическое событие клик. Еще одна полезная опция переключает режим работы светодиодов на клавишах. Штатно диод светится когда реле замкнуто, при активной опции поворот светового индикатора когда разомкнуто. Это удобно для подсветки клавиш в темноте. Последняя опция не переведена с китайского, это бета версия расширенных настроек, я перевел их сам. Сам пункт переводится как настройки нагрузки. И первое меню в которое вы попадете нажав эту опцию, это выбор клавиши с первой по третью, настройки которой вы хотите изменить. Выбрав нужную клавишу, вы попадете в меню выбора нагрузки. Тут есть три варианта, по умолчанию стоит нормальная нагрузка, это стандартная работа выключателя. Умная нагрузка, это судя по всему что-то вроде режима прямого управления другими устройствами. У меня в Acara Home устройств весьма немного, все в Home Assistant, поэтому продемонстрировать не могу. Но подозреваю что тут может быть какой-нибудь скажем управляемый светильник или что-то в этом роде. Импульсный режим, тут интересно. При его активации выбранное реле автоматически включается, при попытке его выключить, оно через заданный в этом меню интервал времени от 300 до 2000 миллисекунд включается обратно. В каких кейсах использовать такой режим я пока не придумал. В меню инфо на главном экране выбираем внешний вид для кнопок в плагине. Тут тоже есть непереведенное меню назначение и здесь выбор из трех опций, выключатель, свет и вентилятор. Из того что я смог обнаружить при изменении назначения, это просто количество иконок, которые можно выбрать для клавиш в следующем пункте меню. По порядку, для выключателя доступно 10 вариантов, для света только со светильниками, но зато 11 вариантов и единственный вентилятор. Вот так выглядят различные варианты присвоения тех или иных иконок в включенном и выключенном состоянии, по сути просто украшалки. Перейдем к возможностям героя обзора в автоматизациях и начнем с раздела если, это триггер или условия для срабатывания автоматизации. Для клавиш поддерживается только один тип нажатия, однократный, после чего нужно указать клавишу. Также есть три варианта нажатия на две клавиши, что расширяет количество логических функций до шести. Востребованным это будет в режиме отвязки клавиш от реле. Кроме этого имеются события и условия для реле, включение и выключение, включено и выключено. В первом случае это событие, триггер, во втором условие к другому триггеру. В разделе тогда, то есть действий, все проще, можно включить, выключить или переключить состояние на противоположное для любого из реле выключателя. Пару словами Home, у меня установлена кастомизированная версия от VEVS, ссылку кстати вы сможете найти в описании, самое последнее на дату обзора. Регион Китай, то есть максимально лояльное условие к подключению такого девайса, тем более ориентированного на внутренний рынок. Но попытка не удалась, я использовал третью версию шлюза от Xiaomi, чисто на уровне протокола он подключил устройство без проблем, а вот логически ничего с ним делать не может, так как данные о этом выключателе не прилетают с облака. Пришел черед Apple HomeKit. Мой шлюз Akara M2 подключен в него в режиме моста и пробрасывает в него подключенные дочерние устройства. Отображать на экране героя обзора можно в виде одной общей плиточки, либо в виде трех, так удобнее управлять каждым из каналов. Этот режим включается в меню настроек выключателя, он называется либо на одной плитке, либо на отдельных, в зависимости от того как вам надо. Но других настроек, развязки клавиш, управление диодом и даже мониторинга энергии тут нет. Если провалиться внутрь плитки выключателя, то откроется диалог управления линиями по отдельности. Мне лично кажется что режим на отдельных плитках будет удобней. Звуки клавиши реле. Память состояния, режим по умолчанию. После восстановления питания все линии выключателя остаются выключенными. Включаем режим сохранения памяти состояния. После восстановления линии которые были включены снова включаются. По умолчанию светодиоды включаются когда реле замкнуто. Активируем режим поворот. Диоды теперь показывают выключенный канал. Стандартный режим, нажатие на клавишу переключает реле. Включаем беспроводный режим. Теперь реле не реагирует на нажатие, только если это будет прописано в автоматизации. Импульсный режим на 500 миллисекунд. Лампочка включается обратно через полсекунды. Скорость работы приложения кара-хом. Иногда есть небольшие задержки, но в целом быстро и корректно. Apple HomeKit. Тут управление локальное, поэтому все еще быстрее. На дату обзора в ZigBit у MQTT официально поддерживается только двухклавишная модель из серии H1 Pro. Кроме нее есть много других моделей выключателей этого производителя, которые можно использовать как шаблоны для внешнего конвертера. После подключения на штатных конвертерах герой обзора не поддерживается. Мне удалось сделать конвертер для него. Конечно не все его возможности получилось добавить, но штатный функционал работает. Ссылку оставлю в описании. Устройство теперь поддерживается, картинки правда нет. Управление реле. Мощность нагрузки. Обратная связь при нажатии на клавиши выключателя. Сенсор экшен, куда летят события при нажатии на клавиши. Режим отвязки клавиш от реле. Логические события приходят, реле на нажатие не реагирует. Включаем обратно. Снова реагирует. Это все что мне удалось завести. Код конвертера я выложил в общий доступ, кто имеет желание может его усовершенствовать, либо использовать как шаблон. С учетом того что двухклавишная версия уже поддерживается, думаю что рано или поздно появятся и другие. Несомненно интересный, стильный, качественный функциональный выключатель. Имеет ряд эксклюзивных опций, которые повышают уровень удобства работы с устройством. Есть возможность смонтировать в один ряд, но нужно искать рамки под него, но по крайней мере они существуют в природе. К минусам устройства стоит отнести квадратный подрозетник, что конечно решаемо, и высокую стоимость, тут уж каждый смотрит по своим возможностям. На этом все, надеюсь видео было познавательно и интересно, буду благодарен за ваши лайки. Если вы не хотите пропускать новые обзоры и уроки, подписывайтесь на мой канал. Ссылку на конвертер, а также на мой телеграм канал и каталог устройств умного дома, вы найдете в описании под видео. Поддержать мой канал вы сможете подпиской на сервисе Patreon, ссылка там же. До свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok